Я всех приветствую. Сегодня я постараюсь ответить на наиболее интересные из ваших вопросов, ну или на наиболее часто встречающиеся. Михаил, расскажите свой взгляд на инвестиции. Какой ваш взгляд на российский фондовый рынок, к чему стоит присматриваться, какой портфель и так далее. Многие профессиональные инвесторы ждут большой коррекции где-то в 2020 году. Может быть ее и удастся избежать, но только крупнейшим экономикам. Развивающиеся рынки точно пострадают. Ждем ваших комментариев по поводу того, что произошло в Керчи. Если мы говорим про юридическую сторону вопроса, то здесь двух мнений быть не может. Подписанный и ратифицированный нашей страной международный договор от 2003 года разрешает украинским судам проходить через Керченский пролив. Кто при каких обстоятельствах, зачем отдал приказ на перехват украинских судов, я не знаю. Думаю, что к более масштабным боевым действиям эта ситуация не приведет, хотя накал военной риторики сильно напрягает. Как вы считаете, какой должна быть медицина? В мире есть два основных успешных способа обустройства основного медицинского обслуживания. Это страховой способ и бесплатный. Страховая медицина существует в США. Бесплатная, то есть существующая за деньги налогоплательщиков в Европе. Думаю, что для России и ближе, и привычнее будет европейский вариант. Хотя научный уровень медицины у американского варианта выше. Скажите, что вы думаете по поводу ситуации с Курилами? Убежден. Так остро вопрос о Курилах встал из-за многолетней стагнации нашей экономики. И из-за желания Кремля уйти от того, что они считают зависимостью от Запада. Это ведь не первые территориальные уступки за время правления Путина. На самом деле пытаться выстроить отношения на Востоке за счет отдачи земель ошибка. Как ошибкой было разрушение партнерства в Европе, где живут 125 из 145 миллионов россиян. Налаживать отношения надо и на Востоке, и на Западе. И только вот такая политика позволит налаживать эти отношения без территориальных уступок. Что скажете по ситуации в Ингушетии? Это пример того, как принимаются важнейшие для регионов решения. Без учета мнения людей. Именно поэтому я выступаю за то, чтобы российский парламент состоял не столько из партийных, сколько из региональных представителей. И тогда такие вопросы будут решаться в парламенте путем переговоров и компромиссов. Ну и конечно с учетом мнений избирателей, а не просто так. Зря вы не рассматриваете идею о президентстве. Вы правы. Я не рассматриваю идею президентства для себя, но причина в том, что я вообще противник поста президента в том виде, как он существует сегодня. Кто бы не занял пост президента, он обречен через какое-то время стать автократом. Поэтому я последовательно выступаю за сильное правительство, под отчетное парламенту. Пост президента может сохраниться, но только как символ. Как вы относитесь к Рамзану Кадырову? Это проблема для России. Что бы вы с ним сделали, если бы могли? Рамзан Кадыров – это один из очевидных бенефициаров путинского режима. Совершил ли он лично преступления, за которые должен преследоваться – это решать суду. В то же время Кадыров – один из наиболее сильных руководителей регионов. И возможно его роль в момент транзита власти будет достаточно важной. Убежденное могу сказать только одно. Использование вооруженных сил, которые Кадыров де-факто собрал вокруг себя, за пределами региона стало бы его концом. Какая цель Путина? Ради чего он борется с оппозицией? К чему это русофобия со стороны правительства? Путин борется с оппозицией, потому что не хочет и не может расстаться с властью. Страх ответственности, помноженный на некомпетентность, для правительства, боюсь, что не лучше русофобии. Как вы думаете, Алексей Пичугин выйдет когда-нибудь на свободу? Я убежден. Да. И прикладываю к этому все силы. Алексей очень мужественный человек. Ему много раз предлагали дать лживые показания в обмен на смягчение приговора. Алексей не пошел на эти сделки, хотя я и предлагал ему дать любые показания, если это может ему помочь. Я очень хочу увидеть его на свободе. И как можно скорее. И пожать руку этому мужественному человеку, который героически переносит уже 15 лет очень тяжелого пожизненного заключения. Каким вы видите будущее криптовалюты? В том виде, в котором криптовалюты существуют сейчас, у них лишь есть ограниченные инвестиционные перспективы. Ну, то есть, как один из инвестиционных товаров. У них слишком много ограничений и слишком много недостатков. Ну, например, высокая волатильность, высокие риски использования в криминальных целях, возможности для манипулирования со стороны крупных игроков. Помимо этого, криптовалюты убивают один из всего двух механизмов, которые имеются в руках у государств для регулирования экономики. Ну, конечно, мы говорим про государство с нормальной рыночной экономикой. Это налоги и эмиссии. Вот эмиссию криптовалюты убивают. Именно поэтому государства не позволят криптовалютам в их сегодняшнем виде занять слишком существенное место. Но технологии, лежащие в основе криптовалют, определенно имеют будущее. Скажите, пожалуйста, как будем жить в 2019 году? Скорее всего, Россия будет жить только немного хуже. Чуть меньше зарплаты, чуть выше цены и налоги, чуть пустее полки магазинов. Вроде бы ничего страшного, но в современном мире стагнация – это вообще самое страшное. Весь мир уходит в будущее, и только мы топчемся в настоящем и чуть-чуть сползаем в прошлое. Мне это не нравится. Надеюсь, вам тоже. Ходят слухи, что окружение Путина хочет поменять его на кого-то более лояльного Западу. Как вы на это смотрите? Нельзя поменять Путина, не поменяв всю систему. Путинская конструкция власти держится на его позиции арбитра среди его окружения. Люди в его окружении не верят друг другу и боятся друг друга. Уберите Путина и полетит их баланс. И все это его окружение прекрасно понимает. Поэтому они будут трястись до последнего. А потом станет поздно. Чич Варкин в интервью Дудю прогнозировал смену власти в 2019 году. А вы в это верите? Если он станет президентом в 2018 году... В 2018-м маловероятно, а так вполне. А в 2019-м вполне может быть. В 2019-м? Да. Ну, настолько точный прогноз, на мой взгляд, по определению невозможен. Я думаю, что достаточно высока вероятность смены власти в течение ближайших пяти лет. Но, как мы понимаем, не исключено, что эта смена власти произойдет лишь с физическим уходом Путина. Когда это случится, ни один человек этого не знает. Как выиграть суд, если судьи бандиты в полном смысле этого слова? Это не люди, это кассовые аппараты, которые штампуют неправедные решения, уничтожают людей, ломают судей. Ради нужного решения по некоторым резонансным делам Кремль сломал об колено всю судебную систему. Эта судебная система пыталась двигаться в нормальном направлении в 2000-е годы, но, к сожалению, произошло то, что произошло. И теперь даже по неполитическому делу получить правосудие бывает сложно. Какие здесь могут быть рекомендации? Объединяйтесь, находите поддержку правозащитных организаций, делайте свой случай публичным. Власть боится конфликтов и скандалов. Недавно вышла новость, что долги по ЖКХ будут выбивать коллекторы. Что вы об этом думаете? Проблема состоит не в том, кто будет выбивать долги, а в том, как эти долги появились. У нас безумная ситуация с тарифами по ЖКХ. Они велики непропорционально доходам. У многих людей квартплата такая же, как зарплата. Причина очень проста. Монополизм, коррупция и неэффективность власти. Что делать? Надо отстаивать свои права. И главное право – право на достойную жизнь. У страны достаточно ресурсов, чтобы это право обеспечить. Как вы видите отношения между Россией и Грузией? В чем, по-вашему, суть конфликта? В целом, отношения России и Грузии – это слишком глобальный вопрос, чтобы осветить его в коротком ответе. Если мы говорим про Южную Осетию и Абхазию, то если Грузия хочет их вернуть, то должна стать для них привлекательным выбором. Никакой силовой вариант тут не сработает. Продолжение следует...